Фотофиксация техосмотра станет обязательной. Уже в следующем году Госдума изменила правила. Информация о результатах попадет в автоматизированную систему, а сама диагностическая карта станет электронной. Привет, друзья! Канал ProAuto напоминает вам, что изменения в закон о техосмотре вступают в силу 8 июня 2020. Именно с этого дня диагностическая карта перестанет в обязательном порядке оформляться в бумажной форме, а будет только электронной. Кроме этого, в момент процесса осмотра сотрудники пункта должны будут делать по 3 фотографии каждой машины. Перед началом диагностирования нужно запечатлеть корму, таким образом, чтобы можно было определить марку, модель, цвет и распознать автомобильный номер. Второе фото снимается во время процедуры ТО. В кадре должен быть идентифицированный номер машины, а в конце осмотра потребуется сфотографировать переднюю часть транспортного средства. На мой взгляд, реформа этой сферы крайне необходима. Она состоит не столько в увеличении административной ответственности или в ведении уголовной ответственности, фото- и видеофиксации самого процесса технического осмотра, а в коренных изменениях той структуры, которая контролирует, надзирает, ну не надзирает, точнее, контролирует и допускает на рынок игроков. Конечно, это не должен быть Российский Союз автостраховщиков, они к этому никакого отношения к техосмотру не должны иметь. Все-таки надо вернуться к идее передачи под эгиду саморегулируемых организаций СРО, либо, как это сделано в Беларуси, когда технический осмотр проходит на базе крупных транспортных предприятий, где есть специалисты, где есть соответствующая техника, это гарантированная качественная проверка. Техническое состояние автомобиля – это первое предложение все-таки изменить в этой части структуру, которая отвечает за этот процесс, контролирует этот процесс, допускает на рынок соответствующих игроков. Согласно требованиям Минтранса, файлы с изображениями машин должны быть некорректируемыми, а также иметь дату, время, координаты места съемки, расстояние от которых должно быть не более 150 метров от геолокации пункта техосмотра. Для фотографий предусмотрен только один формат – JPEG. Вес не более 512 килобайт, а разрешение не менее 300 DPI. На пункты ТО возложили массу условий и изменений, которые необходимо устранить до ранее сказанной даты. Помимо этого, к указанной дате все пункты ТО должны определить свою пропускную способность и работать в соответствии с этим планом. Этот показатель рассчитывается на основании числа линий для осмотра машины, а также количество работающих в этом пункте экспертов-техников. При этом лишние, то есть выданные сверх нормы, диагностические карты приниматься просто не будут. И к большому сожалению, нам это ничем хорошим не светит. Про все это сегодня и поговорим. Ты на канале ПРОАВТО. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Тысячи людей по всей России и за ее пределами уже убедили, что пересесть за руль автомобиля своей мечты проще всего с компанией Клинликар. Парни знают рынок авто с пробегом как свои пять пальцев и помогут найти самый адекватный вариант по выгодной цене и, главное, без рисков и нервов. Почитайте отзывы, посмотрите их отчеты и сделайте правильный выбор. Ссылка в описании. Давайте разбираться в ситуации. Проблем с покупкой фотоаппаратов и техники для отправки изображений в базу данных МВД, а также с определением пропускной способности у пунктов ТО скорее всего не возникнет. Однако, чтобы начать работать в соответствии с новыми правилами, всем операторам техосмотра придется переаккредитоваться. То есть Российскому Союзу Автостраховщиков необходимо будет не только проверить документы фирм, но и придется осмотреть каждый пункт ТО. Усиленный контроль за техосмотром позволит сократить количество аварий и снизить мошенничество при оформлении диагностических карт, считают Госдуме. По некоторым данным, до 80% водителей сейчас не проходят техосмотр, а покупают его. В стране сейчас насчитывается пять с лишним пунктов техосмотра и если их всех в одной части решат проверить, то Союзу придется организовать столько же командировок. Расходы на это превысят ту сумму, которая установлена в качестве платы за аккредитацию. Однако увеличить финансовую нагрузку на пункты ТО нельзя. Многим и так придется обновлять оборудование и закупать новую технику, те же фотоаппараты. С дополнительными расходами руководители пунктов ТО наверняка захотят увеличить и стоимость техосмотра для клиентов. Напомним, цены услуг сейчас установлены на уровне регионов и варьируются примерно от 300 до 1000 рублей. Еще одна из проблем связана с тем, что после ограничения пропускной способности всех пунктов ТО в некоторых регионах обнаружится их нехватка, то есть машин будет больше, чем способны принять местные операторы. И вряд ли найдется много желающих начинать такой бизнес на фоне реформы техосмотра и введения больших штрафов для нарушителей. В итоге, в ряде субъектов Российской Федерации диагностические карты могут стать дефицитным товаром. Это приведет к тому, что многие автовладельцы не смогут купить полис ОСАГО, а без страховки за руль садиться нельзя. За отсутствие полиса по всей стране строго начинают штрафовать дорожные камеры. Мы уже рассказывали об этом нововведении. Операторы ТО предлагают ввести временные моратории на поправки, пока не будут решены все вопросы, связанные с переаккредитацией пунктов ТО. Все это требует серьезных затрат, финансовых, технических затрат. Серверы, необходимо данные на серверах хранить несколько месяцев. Это огромный объем информации, который требует, соответственно, финансовых, повторяю, вложений технических, организационных. Значит, МВД отказывается. Если мы обяжем хранить такую информацию сами компании, которые проводят технический осмотр, то это значительно сделает более дорогим прохождение техосмотра. Да и технически не все смогут обеспечить хранение такого объема информации. Обсудить и принять решение по каждому из 19 подзаконных актов по техосмотру власти должны до начала апреля 2020. При этом страховщики считают, что основная проблема с техосмотром касается не легковых автомобилей, а автобусов. Старший общественный транспорт нередко попадает в ДТП с погибшими и ранеными. И это мнение ИРСА вряд ли найдет поддержку среди депутатов. Что ж, поживем, увидим. Мне, как обычно, интересно, что думаете по этому поводу вы. Пишите в комментарии, давайте пообсуждаем это дело вместе. Ну а я с вами прощаюсь. Ставь лайк, если понравилось информационное видео и подписывайся, если еще не подписан. Ты был на автомобильном канале ПРОАВТО. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok